Сегодня наш разговор будет о нашествии клопов во Франции, в стране, которая на протяжении десятилетий борется с религией Аллаха, насаждает другим странам свою порочную идеологию и притесняет верующих мусульман. Аллах периодически насылает на них различные трудности, чтобы они остановились. Когда мы читаем о «войсках Аллаха» в хадисах и книгах по Сирии, то мы представляем себе «войско могущественных ангелов, против которых никто из творений противостоять не сможет». Либо же при упоминании о «войсках Аллаха» на земле мы представляем себе различные стихийные бедствия, землетрясения, цунами, наводнения, пожары, посредством которых Всевышний наказывает или испытывает своих рабов. Однако мы забываем, что у Аллаха есть и другие войска, которые нам на первый взгляд кажутся незначительными, слабыми, например, насекомые, которые также состоят на службе у Всевышнего. Аллах говорит, мы наслали на них поочередно потоп, саранчу, насекомых, клещей, вшей, жаб и кровь в их водоемах в качестве различных божественных ясных знамений. Однако они проявили высокомерие, не уверовав, ведь они были грешным народом. В эти дни Франция борется с массовым нашествием клопов, которые были замечены даже в кинотеатрах, поездах, аэропортах и метро. Бедствие приобрело такой масштаб, что даже правительству пришлось вмешаться для решения проблемы в стране. Главный виновник события – постельный клоп, или, как его еще называют, диванный клоп. Это вид кровососущих клопов, являющихся паразитами человека и теплокровных животных. Постельный клоп имеет тело длиной всего от 3 до 8 мм. Благодаря своей геометрии и гибкости, клоп слабо уязвим для механических способов борьбы с ним. Достоверно не доказано, что клопы способны переносить заболевания. Тем не менее, не исключается возможность передачи ими организмов, которые вызывают различные болезни, как, например, гепатит B, туберкулез и оспу. Наибольший вред они доставляют своими укусами, лишая нормального сна и снижая тем самым работоспособность. При заражении помещения возможно 500 и более укусов за одну ночь. Клопы – воистину сильное войско Всевышнего, ведь против них очень тяжело бороться. Они прячутся везде, выживают в очень тяжелых условиях, смертельно распространяются посредством одежды, животных, электроники. Клопы сильно вредят туризму, так как любят селиться в отелях, аэропортах и различных транспортных средствах. Если Клоп, спрятавшись в одежде или личных вещах туриста, переместится с одного отеля на другой, то в новом месте он очень быстро распространяется. И чтобы избавиться от него, необходимо выселять всех людей с отеля и проводить обработку во всех его помещениях. А вред туризму – это огромный удар по экономике. Для Франции актуальность этой проблемы усиливается в связи с предстоящими Олимпийскими играми, которые планируются провести в Париже в 2024 году. Если проблема до Олимпийских игр не будет решена, то огромный наплыв туристов может стать причиной распространения Клопов по всей Франции и за ее границами. Поэтому правительство назвало борьбу с паразитами немало-немного войной против Клопов. А известно, что противостояние войску Всевышнего Аллаха бесполезно, если Всевышний решил довести войну до победного конца. Таким образом, Аллах насылает людям свои предостережения, чтобы они не противились Его воле и перестали творить нечестие на земле. Горе тем, кто не понимает истинную причину неспослания подобных бедствий и не внемлет предостережением. Всевышний Аллах говорит, мы наказали их, но они не смирились перед своим Господом, не подчинились Ему и не обратились к Нему с мольбами о прощении. Да сохранит Аллах от бед всех мусульман мира, в хадисе пророка А.С. сказано, Садака защищает человека от 70 видов зла, самое незначительное среди которых – проказа и лепра. Вы можете стать причиной выхода роликов на нашем канале путем пожертвования через ссылку в описании. Эта Садака будет оцениваться как непрерывное вознаграждение. Да воздаст вам Аллах многократно! Продолжение следует...